Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась... После развода с Соловьем советской эстрады Львом Лещенко, артистка Алла Абдалова превратилась в затворницу, живущую воспоминаниями о некогда блестящей карьере и большой любви. На пике славы Алла Абдалова сознательно отказалась от сцены и начала топить свое горе в вине. Лев Лещенко вот уже 45 лет счастливо женат на Ирине Богудиной, однако у знаменитого певца был первый брак, который продлился 10 лет и закончился болезненным разрывом. В отличие от бывшего мужа, Алла Абдалова так и не смогла найти в себе силы начать жизнь с чистого листа. Звезда не простила обиды, нанесенной мужчиной, которого она любила, больше жизни. Алкоголь помогал женщине уйти от тяжелых мыслей, которых с годами становилось все больше. Одиночество казалось артистке единственным способом спрятать свою боль от чужих глаз. Алле очень не хотелось, чтобы ее жалели, видели отчаяние, скрывать которое она не могла. Алле Абдаловой за 80. Ну а былой популярности звезды, настоящее имя которой Альбина, напоминают теперь лишь сохранившееся в архивах кадры. На них высокая, стройная блондинка с серыми глазами поет в дуэте с Лещенко «Старый клен». Старый клен стучит в стекло, приглашая песню о Москве, и главное, ребята, сердцем не стареть. Сочная меца-сопрано Абдаловой и мягкий баритон Льва Валерьяновича звучали удивительно органично. В СССР вокальный тандем обожали. Меломаны скупали пластинки, а за билетами на концерт выстраивались огромные очереди. Почему же супружеский и творческий союз рухнул? Что сейчас стало с Аллой Абдаловой после измены и четырех абортов от Льва Лещенко? В ГИТИСе внимание Аллы добивались все молодые люди, ведь она считалась первой красавицей института. Таланта девушки было не занимать. Одна из самых одаренных студенток отделения опереты стала любимицей педагогов. На момент знакомства с Лещенко Абдалова уже состоялась как певица, пополнив золотой фонд советской эстрады. Черный кот и московские окна принесли ей всесоюзное признание, так что блондинка купалась в славе, сводя поклонников с ума. Лев Лещенко оказался в числе тех, кто искал возможность познакомиться с эффектной девушкой ближе. Однажды он набрался смелости и пригласил Аллу к себе в гости отметить праздник. Певицу ждал ужин со свечами, а рядом находился мужчина, от которого она потеряла голову. Долгое время молодые люди общались на «вы». Оба пели, встречались, но даже не поцеловались. Предложение Лев Лещенко сделал так. Сказал, что надо жениться, ведь все вокруг их уже поженили. На свадьбе Абдалова и Лещенко, которая длилась два дня, гуляли 40 человек. После торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа, но в бытовом плане это никого не беспокоило. Молодожены целыми днями пропадали на работе. Карьера у обоих шла в гору. Аллу приняли в труппу театра оперетты, куда устроился ее супруг. Именно тогда они записали ряд дуэтов, впоследствии ставших шлягерами. Звезда вспоминала, что именно с ее подачи начался взлет Лещенко как певца. С мнением артистки считались, а она старалась всячески поддерживать и продвигать своего мужа. Так Алла попросила порекомендовать Лева Лещенко Давиду Тухманову, который сочинил композицию «День Победы» и искал для нее хорошего исполнителя. Лев Валерьянович сначала песню не оценил и, по словам Абдаловой, даже хотел от нее отказаться. В итоге мастерство убеждения сработало, и вскоре вокалист проснулся знаменитым. Казалось, счастью не будет конца, а впереди знаменитых супругов ждет долгая жизнь в любви и согласии. Они переехали в собственную двухкомнатную квартиру в Чертаново. В дом пришел достаток. Однако семейный союз дал трещину. Сказались творческая ревность и несовпадение гастролей. Начались борьба амбиции и бесконечное выяснение отношений. Но не это убивало Аллу больше всего. Бывшая супруга Льва Лещенко признавалась, что делала аборты целых четыре раза. Так Алла поступала в угоду карьере, ведь думала, что с рождением детей можно подождать, да и ее супруг тоже не торопился становиться отцом. Лещенко было не до жены, у него япония, гастроли, впечатления. Всегда говорил супруге, поступай как хочешь. После женщина поняла, что совершала непоправимые глупости, которые стоили ей радости материнства. В 1974 году супруги серьезно поссорились. Лев Лещенко только вернулся с долгих гастролей по Японии, а дома его встретили упреками. Мол, интересуешься только собой, а как дела у жены, знать не хочешь. Дошло до серьезного скандала, после которого певец собрал нераспакованный чемодан и ушел. Супруги какое-то время жили врозь, но все-таки решили помириться и начать все заново. Лещенко вернулся домой, однако скандалы в семье начали разгораться с новой силой. Причины оставались прежними. Творческая ревность. Теперь уже по словам Льва Лещенко, жену угнетали его успехи. Дальнейшую судьбу семьи решил случай. Будучи на гастролях в Сочи, Лещенко столкнулся с юной брюнеткой Ириной. Встреча оказалась знаковой. Девушка невероятно понравилась звезде советской эстрады и артист захотел продолжить с ней знакомство. Ира вернулась обратно в Будапешт и пару затянуло общение по телефону. Для Аллы Абдаловой измена оказалась громом среди ясного неба. Я появился просто и у нас не было никого скандала, просто звонил, открыл дверь, говорит, заходи. Вот я собрала тебе чемодан, так сказать, да, вот здесь твои рубашки, танцуют все. Я говорю, спасибо, что это так просто и очень естественно произошло без скандала. Я взял этот чемодан и уехал жить к родителям. Прежде любимые работы и друзья остались для Аллы в другой жизни. Бывший муж не стал делить имущество через суд, он оставил певице квартиру и машину. Предлагал Лещенко и материальную помощь, но Абдалова не хотела ни видеть, ни слышать изменщика. В 35 лет она замкнулась в своем горе. Сразу после развода певица купила три бутылки водки, которые осушила за вечер. Принесла домой, сижу, не раздеваясь, села, смотрю, открыла. Пошла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Что-то мне прям, ну ничего. Думаю, господи, это что это? Посмотрела, градусы были нормальными. Бутылку выпила, поставила ее вниз. Вот. За вторую принялась. Ничего не берет. Я и головой мотаю. Ничего. Нервы ходуном ходят. Внутри все трясет. Жуть. А потом, значит, я никуда не выходила, на звонки не отвечала. Все. Запила эти все бутылки. Подошла к окошку. В 10-й тогда смотрю, не были. Окошку была. Мы же думали, может, как люди бросаются. Никогда, знаете, не травиться, не давиться, ни тем более сигаре с 10-й. Нет. Мы любили его сильно. Да. До сих пор. На сцену она больше не вернулась. Одиночество скрашивало алкоголем, да и жила воспоминаниями о некогда счастливой судьбе уже не в Москве, а в деревне у родственников. Едва отогнав мысли о суициде, Алла Абдалова попыталась утешиться браком с первым встречным. Однако уже через три месяца подала на развод. Супруг-пьяница еще больше тянул ее на дно болота ненависти и саморазрушения. С алкоголизмом Абдалова, к счастью, покончила, но и в личной и творческой жизни тоже поставила жирную точку. Все эти годы Алла Александровна спрашивала себя, правильный ли поступок совершила, настояв на разводе. Ведь в итоге получилось, что курортный роман мужа перечеркнул ее прежнюю, некогда счастливую жизнь.